Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы будем монтировать виброцементный ссадин кедрал. У нас дом из профилированного бруса. Вот так он и выглядит. Уже кое-какие работы мы начинаем на нем делать. В частности, уже начинаем делать деревянную обрешетку под утепление. Сухой строганный брусок 50 на 50 под утепление минераловатным утеплителем. Здесь всего лишь будет утепление 50 мм. Обычно мы делаем 100 мм, но из-за того, что есть вот такая газовая труба, заказчик не хотел заморачиваться с ее обходом, с ее переносом. Решили оставить вот так. Здесь у нас будет утепление всего лишь 50 мм. Вот такой дом. Здесь у нас лежат кое-какие строительные материалы. Кедрал еще не приехал. Приехал только первый вид материалов, который нам необходим для утепления. Вот такой вот сухой строганный брусок 50 на 50. Вот такая вот сухая строганая доска 95 на 20. Мы сейчас монтируем только сухие строганные пиломатериалы. Здесь вот у нас лежит диффузионная мембрана, которая пойдет сверху на утеплитель. Дельта неовент. Вот такой вот скотч, ну или лента. Дельта мультибан для проклейки стыков. Здесь вот у нас саморезы идут. Видите, саморезы для того, чтобы прикручивать обрешетку к стене длиной 100 мм. Это дистанционный саморез для того, чтобы выравнивать обрешетку в плоскости. Утеплитель мы делаем непосредственно вплотную к брусу. Здесь вот как вот идет обрешетка. Вот если посмотреть здесь на окно, мы делаем вот такие вот каркасы под окна. Если посмотреть на окно, видите, горизонтальная обрешетка подходит к раме. То есть вот в этом уровне видно. Это сделано для того, чтобы утеплитель завести на раму окна, для того, чтобы это место было более теплое. Дальше, когда пойдет у нас диффузионная мембрана, вот это вот дельта неовент, сверху на утеплитель. Она будет приклеиваться к раме специальным клеем. Называется Дельта Тан. Вот такой тюбик. Чем-то похож на герметик. Клей для того, чтобы приклеивать пленку к разным материалам. Пластику, металлу, дереву и так далее. Здесь мы еще ничего не обшивали. Если идти по кругу, смотреть, здесь вот у нас горизонтальная обрешетка тоже сделана. Сейчас я вам покажу, как мы делаем. Прикручиваем обрешетку к брусу. Значит, подготовили мы два бруска трехметровых 50 на 50. Шаблоны, наши саморезы. Какой принцип? Обрешетку нужно делать горизонтально. Это мы просто показываем вам пример, потому что по-хорошему брусок должен заходить туда до края. Но тут, видите, пока это все надо демонтировать. Короче, это проблема. Не будем мы сейчас этим заморачиваться, просто покажем вам принцип. У нас есть брусок, есть наши конструкционные саморезы. 10 сантиметров длиной, 5 миллиметров толщиной. Битый торкс Т25. Соответственно, у них тоже посадочное место 25. Чем мне нравятся эти саморезы? Даже можно обычный шуруповерт. Вот у нас обычный бытовой шуруповерт. Из того, что на саморезы нанесено специальное масло, оно очень легко входит в брусок. Сейчас мы вам это продемонстрируем. Примерно нам нужно отступить где-то ориентировочно от края сантиметров где-то 5 и в общей сложности где-то примерно 6 саморезов закрутить на этот брусок. То есть мы, когда рассчитываем количество брусков и когда считаем саморезы, у нас примерно на один брусок идет 6 штук. Вот сейчас будем вам закручивать. Начинаем с самого низа, прижимаем. Закрутили. Дальше примерно так на глаз отмеряем 60 сантиметров и закручиваем еще один саморез. Дальше опять на край. В самый низ мы их закручиваем. Где-то еще один сюда и один сюда. Все, закрутили первый ряд. Дальше берем наш второй брусок и ставим наш шаблон. Давайте помогу. Берем шаблон. Ну, поставь туда поближе. Вот так это у нас выглядит. У нас, короче, смотрите, вот этот брусок, он 60 сантиметров. Почему 60? Потому что плита у нас 61 сантиметр. Соответственно, вот этот брусок должен быть 60, чтобы плита заходила сантиметр с натяжкой в наш каркас. Дальше начинаем закручивать саморезы примерно с таким же интервалом. Вот так вот у нас выглядит монтаж каркаса. Соответственно, гоним его дальше. На окна, как я вам уже показывал, заводим, чтобы монтажный первый перекрывался потом утеплителем. Вот такой вот у нас утеплитель Урсотера. Специально мы берем для фасада. Видите, он в сжатом состоянии. Такая вот большая упаковка, в которой 4 упаковки. Сейчас мы ее разрежем. Давай, режь. Он сразу начинает вот так вот раскрываться. То есть в одной вот такой вот упаковке у нас 18,3 квадратного метра получается. 24 плиты. Здесь давай тоже одну упаковку откроем, покажем, как она раскрывается. Смотрите, как он сразу раскрывается. У него очень высокая компрессия, очень высокая упругость у этого утеплителя. За счет этого можно его вот так вот сильно сжимать. И, соответственно, это очень удобно при перевозках. Плюс при перевозках очень удобно то, что упаковка со всех сторон герметичная. можно перевозить на открытой машине. Вот так вот, если посмотреть, выглядит у нас маленькая упаковка. Вернее, не маленькая, а упаковка в таком закрытом состоянии. А это у нас уже полностью после того, как мы его открыли. Ну, в три раза больше получается. Сейчас мы возьмем несколько плит этого утеплителя и будем монтировать их в каркас. Сейчас вот мы одну плиту вставили, еще одну просто показать вам, как это очень просто. С минеральной ватой. Вставляем его в каркас. Аккуратно. Вот эти края соедини, а что-то отойдет. Вот так вот у нас будет смотреться фасад, когда уже будем утеплять. Ну, только, конечно, в большей массе. Вот такой вот принцип. Дальше вот на этот утеплитель уже пойдет специальная диффузионная мембрана. Когда ты эту стену будешь, это примерно через пять дней, да? Да, через пять дней. Ну, значит, через пять дней я сюда приеду и буду еще снимать дальше работу, показывать вам, как это все будет у нас делать. Вот такой вот небольшой обзор сегодня нашего объекта. Если есть какие-то вопросы, пишите. Я думаю, наверняка будет куча комментариев по поводу того, что так утеплять дом нельзя. Нужно делать наскользящую опору, но по мне это самый правильный вариант. Все, если что, пишите. Всем здоровья, всем пока!